Колязин фрески затопленного монастыря. Следующая постоянная экспозиция и сразу взгляд на потолок. Он ассоциируется с водой, так как фрески в Колязинском монастыря были затоплены, поэтому здесь сделали вот такой потолок по всему коридору. Продолжение следует... Описание монастыря. Монатруинского Колязина монастыря. Фрагмент. Неизвестный автор 19-й век. Бумага, тушь, акварель. Я не могу много здесь читать. Народу много ходит, поэтому почитайте сами, пожалуйста. Троицкий собор. Вид с юго-востока. Фото 1910 года. Борисоглебская трапезная церковь. Реконструкция на 17-й век. Вот здесь, конечно, можно посмотреть. Реконструкция на 17-й век. Реконструкция на 17-й век. Продолжение следует... 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 Анна с младенцем, в общем, я запуталась, кто здесь, правители народ, слушающие пророков Янаха и Илью, обучающих антихристов, в общем, много, и видите, они как даже кусочками такими. А здесь вообще не смогли до конца восстановить, это ангелы. Цветы, деревья, жертвенный козел, а это рыбы, вот это кто, это рыбы, вот они, видите, рыбы. А это, смотрите, прям туда же дырочки остались, прям дырочки остались. Орнамент депоративных полотенец, украшавших нижнюю часть стен. Прям кусочки. И здесь тоже, а, орнаменты одежд неизвестного спасителя. Светителя, господи. Орнаменты одежды неизвестного святителя. Вот здесь вот история, как восстанавливали. Десят фильм, конечно, постоянно транслируется. Я подошла уже не с самого начала, но сейчас посмотрим. Все равно какая-то информация есть. Почитайте. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...